21 июня в Абхазии отмечают День миротворца. 25 лет назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии, 21 июня 1994 года в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все бремя миротворческой миссии на протяжении 14 лет несла Российская Федерация. Уже по сложившейся традиции в День миротворца в Абхазии организовываются различные мероприятия. На церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам в Сухуми и торжественном митинге, посвященном юбилейной дате, присутствовали президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, представители духовенства, военнослужащие, общественность. Репортаж на Лыкове. У памятника миротворцам на набережной Махаджира в Сухуми сегодня многолюдно. Минута молчания в памяти тех, кто, помогая сохранить мир на абхазской земле, отдали жизни во имя благородной миссии. За год миротворческой операции в нашей стране Россия потеряла 117 солдат и офицеров. Миротворцы способствовали сохранению мира в Абхазии долгие годы. Их героизм народ республики не забудет никогда. Эти слова были главным лейтмотивом сегодняшнего мероприятия. И действительно трудно переоценить всю значимость миротворческой миссии. Российские миротворцы приняли действенные оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий. Они оказывали значительную поддержку нашему молодому государству, налаживая дружеские контакты с руководством Абхазии, с подразделениями Министерства обороны Абхазии и других силовых структур. И это взаимодействие во многом способствовало сохранению мира, предотвращению реваншистских замыслов Грузии. Наш народ принимал российских миротворцев как своих родных друзей и братьев, пришедших к нам с самыми добрыми помыслами и намерениями. Воздвижение памятника воину-миротворцу в Сухуме – еще одно яркое подтверждение уважительного и почтительного отношения к ним. С 1994 года российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных бандформирований. Роль миротворческих сил России была огромна в сохранении мира и безопасности в Абхазии. Они, по сути, были камнем преткновения для Грузии в осуществлении планов покорения Абхазии. Российские миротворцы всегда были беспристрастными и объективными. На протяжении выполнения своей миссии они успешно справлялись с поставленными задачами, в число которых входило обеспечение соблюдения режима прекращения огня и установления мира, предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, проведение разминирования, восстановление основных систем жизнеобеспечения населения, принятие мер по пресечению действий террористических, диверсионных формирований и других вооруженных групп. Все эти годы миротворцы оставались гарантом невозобновления боевых действий. Сегодня день, когда звучат слова благодарности за помощь в сохранении мира. И, как отмечали выступавшие, присутствие миротворцев в немалой степени способствовало развитию событий, которые привели к признанию России государственной независимости Абхазии. Тогда, в 1994 году, бойцы словно очутились в далеких 40-х годах, когда солдаты Красной Армии входили в освобожденные от фашистов города. Миротворцы всецело прониклись болью и страданиями, выпавшими на долю абхазского народа. Именно с помощью миротворцев Абхазия, еще только отходившая от войны, стала вставать на мирные рельсы. Миротворцы первыми занялись разминированием, восстановлением мостов и переправ, помогали мирным жителям. Многие бойцы отдали свои жизни ради безопасности в регионе. Память о них будет жить вечно. Высокая оценка, данная политическим руководством России, Советом безопасности ООН и политическим руководством Абхазии, заставляет нас с достоинством и честью продолжать дело миротворчества, учить молодых офицеров, военнослужащих выполнять свой воинский долг с оружием в интересах мира и благополучия этого прекрасного государства и прекрасного народа. В благодарной памяти народа Абхазии всегда будут жить имена миротворцев, которые ценой жизни отстояли мир и покой наших граждан, свободу и независимость республики. В завершении торжественного мероприятия в честь 25-летия со дня начала миротворческой миссии в Абхазии ветераны-миротворцы были награждены ведомственными медалями. Делегацию ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявших миротворческую миссию в Республике Абхазии с 1994 по 2008 годы, которые прибыли в Республику Абхазии для участия в мероприятиях по случаю 25-летия с начала миротворческой операции КСПМ СНГ, принял президент Рауль Хаджимба. Рауль Хаджимба, директор Абхазии Сегодня 25 лет как решение правительства Российской Федерации, Введена новая система, в частности, касающаяся зоны конфликта, это миротворческая группировка, хотя и были организованы коллективные силы по поддержанию мира СНГ, но основу все 14 лет была только вооруженная группировка, вооруженная сила Российской Федерации. Вам огромнейшее спасибо за ту заботу и внимание, которую вы постоянно уделяете нашим военнослужащим, не забывайте наших ветеранов, потому что для нас это очень важно, это знаковая оценка абхазского народа, оценка политического руководства. В завершении встречи состоялось вручение ордена Запша третьей степени ветерану миротворческих сил полковнику Константину Рот. Константин Рот награжден государственной наградой за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия. В Абхазию прибыла очередная партия автобусов, приобретенных в рамках российской инвест-программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии». Еще 13 новых транспортных средств выполнят автопарк города Сухом. Всего будут закуплены 62 автобуса «ГАЗ» модельного ряда «Вектор Некст» на сумму 162 миллиона рублей. «13 автобусов с первой партии все пришли уже. Должно было прийти 33 автобуса. Вот последние 13 передаем городу Сухом. Следующие мы ждем уже в начале июля. Всего 29 автобусов, 14 сельские так называемые автобусы. Они такие же практически, но чуть больше проходимости и 15 школьных. Их будем распределять по заявкам главы администрации и министерства образования». В Министерстве иностранных дел Республики Абхазии обратили внимание на инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время заседания 26-й сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. В работе сессии принимали участие делегации законодательных органов 25 стран-участниц МАП. Как сообщается, грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии. В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии и член Европейской Грузии Бабу Хидзе выкрикнул оскорбительную реплику и, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Как отмечается в комментарии МИД Абхазии, столь циничное признание, высказанное официальным лицом с трибуны парламента Грузии, вызывает законное возмущение. Подобное заявление не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями. Представители Республики Абхазия намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием заявление и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда в международных женевских дискуссиях. И обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссии подчеркивается в комментарии. Кроме того, на основании публичного признания в совершении преступлений на территории Республики Абхазии, в МИД Республики считают необходимым поставить вопрос об уголовной ответственности депутата парламента Грузии Бобо Хидзе. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА также распространила заявление по поводу произошедшего в парламенте Грузии во время заседания 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия инцидента, в котором отмечается, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов крайне возмущены прозвучавшими с трибуны парламента Грузии высказывания парламентария Бобо Хидзе. Этот военный преступник публично признался в совершенных им убийствах на территории Республики Абхазии и выразил желание совершать их впредь. Столь откровенная демонстрация агрессии и ненависти, публично выраженная лицом обличенным властью, представляется категорически неприемлемой и заслуживающей всеобщего осуждения, подчеркивается в заявлении. АРУА предлагает руководству Республики Абхазия составить и опубликовать соответствующий список военных преступников, совершавших преступления против человечности и убийства на территории Республики Абхазия, которые должны понести заслуженное наказание. 33 героя, 33 национальностей, 33 судьбы, которые объединила война. Фотовыставка под названием «Победу они ковали вместе», приуроченная к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. «Помните через года о тех, кто уже не придет никогда. Помните, в горле сдержите вечные горькие стоны. Памяти павших будьте достойны». Этими строками, сопровождавшими кадры времен Великой Отечественной войны, открылась фотовыставка, приуроченная ко дню начала самой страшной в истории человечества войны, под символичным названием «Победу они ковали вместе». Экспозиция была представлена из плакатов военных лет и 33 фотографий участников войны, погибших, выполняя священный долг. «Мы рады приветствовать всех, кто собрался сегодня под сводами музея, посетить фотовыставку под названием «Победу ковали они вместе», организованную Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия и Государственным музеем боевой славы имени Ардзенба при поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Республики Абхазия и Центра культурно-просветительских программ «Территория Согласия». Молодые лица смотрят на посетителей с фотографии. Все они не дожили до долгожданного Дня Победы, а некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. В Центре фотовыставки портрет сына народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, Владимира Гулия, старшего сержанта пропавшего без вести. Среди гостей выставки его внук, названных в честь деда и внучат и племянник. Владимир Гулия был очень талантливым инженером. В свое время он принимал участие в строительстве Гумистинского моста. История, биография Владимира Гулия, она менее известна, конечно, потому что это боль семьи Дмитрия Гулия. Вы представьте на минуту без вести пропавший солдат, когда в сороковых годах. Это что означало? То ли он в плену, то ли он предан. То есть это висело над семьей очень много лет. Это была такая боль, что когда Дмитрий Иосич, это по рассказам его дочери Татьяны Дмитриевны, когда он умирал, вспоминала его супруга Елена Андреевна, когда он умирал, он сказал всего лишь два слова. Это он даже говорить не мог, потому что он выговорил слово Володя. Вот он умер с его именем на устах. И вторая боль была его, это книга истории Абхазии, которая лежала у него под подушкой. Вот как раз фотография моего дедушки Гулия Владимира Дмитриевича, в честь кого меня назвали. Я тоже Гулия Владимир Дмитриевич. Также хотел бы большое спасибо сказать Центру стратегических исследований и Музею боевой славы за прекрасную... Уважаемые телезрители, мы приносим свои извинения за технические неполадки и в нашем сегодняшнем вечернем эфире мы еще раз вернемся к этой теме и продолжаем наш выпуск. В Ачамчире финальным концертом завершился вокальный конкурс юных исполнителей «Арфей», который проходил в несколько этапов. Генеральным спонсором проекта выступила сотовая компания «Аквафон». Репортаж Саида Джарсалия. «Арфей» — многоэтапный вокальный конкурс, который стартовал в декабре прошлого года. Идея конкурса принадлежит Валерии Адлиба, победительнице первого сезона вокального проекта «Ты супер» российского телеканала НТВ. Генеральным спонсором проекта выступила сотовая компания «Аквафон». Конкурс «Арфей» — это прекрасный проект, который позволил молодым исполнителям реализовать свой творческий потенциал. Мы считаем, что данный конкурс отлично выполнил свою задачу, а задача заключалась в том, чтобы выявить творческую молодежь в Ачамчире и Ачамчирском районе. Мы очень рады быть причастными к данному вокальному конкурсу. И, пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить всех организаторов, а также, конечно же, поздравить всех участников данного конкурса. Особое внимание организаторы конкурса обратили на детей из сел, где нет педагогов по вокалу. В поисках участников проекта они объехали более 20 деревень Ачамчирского района и провели прослушивание, в которых приняли участие 97 претендентов. 35 из них были отобраны для подготовки к финальному кастингу. После чего только 15 молодых вокалистов были допущены к самому конкурсу. И уже с ними начали работать педагоги по вокалу, сценическому образу, дизайнеры, стилисты и детский психолог. После трёх отчётных концертов, которые стали настоящим праздником для участников, их родителей и всех жителей Ачамчирского района, состоялся финал конкурса. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого и известный абхазский музыкант Андрей Гумба. По словам маэстро, Арфей стал для него настоящим открытием. Много неожиданного, приятного, что дети такие талантливые, что они в принципе без особой подготовки. Конечно, есть над чем работать, но говорить, что всё идеально, всё хорошо, это будет неправда. Надо работать, но главное есть зерно, есть талант. И я думаю, что вот сегодня они сделали какой-то шаг, скачок и дальше уже выберут дальнейший путь именно в музыке. В составе жюри также одна из участниц российского вокального конкурса «Голос» Мария Мирабова, которая, кроме того, хорошо известна абхазской публике. Столько талантливых детей, столько талантливых от природы, им нужно обязательно давать развитие. В таком уровне сделанный конкурс для меня был, ну просто, очень приятным открытием. Какой поразительный доброты зритель, какая поддержка, какое фантастическое состояние и любовь царящая в зале. То, что я оказалась в жюри, это тоже проведение. Надеюсь, что-то я смогла от себя тоже передать и оставить. Самое главное, что я была абсолютно честной в своем судействе. Я никого не знаю, ничего не знаю. Я приехала, услышала, и меня покорили именно те, кто меня покорил. Гран-при конкурса, учрежденный президентом Абхазии по решению жюри, получила 11-летняя Виктория Микайя. Остальные участники были награждены дипломами первой и второй степени. Кроме того, всем им были вручены мобильные телефоны и памятные подарки. Победительница проекта Виктория Микайя призналась, что до проекта не занималась вокалом профессионально, но всегда любила петь. Еще не совсем осознавая своей победы, юная певица поделилась переполняющими ее эмоциями. Я очень люблю петь, и когда узнала, что есть такой вокальный конкурс, я захотела попробовать. Ну, вдруг получится, и получила гран-при. Всем моим педагогам огромное спасибо за то, что они помогли мне получить это гран-при. Завершая конкурс, Валерия Микайя по традиции спела финальную песню, с которой одержала победу. Это знаменитая композиция из культового фильма «Титаник». Саид Жарсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на операцию Анеллы Лакаши. Девочка вновь нуждается в помощи неравнодушных людей. Необходимо собрать 906 тысяч рублей. Репортаж Саида Барганджио. Анелла Лакаши – одна из первых подопечных фонда «Ашана». У нее с рождения были серьезные проблемы с челюстью. Впервые родители Анеллы обратились за помощью в «Ашана» в 2012 году. Девочка не могла самостоятельно питаться, так как ее челюсть открывалась всего на 3 сантиметра. В том же году ей сделали первую операцию по устранению дефекта. С тех пор она перенесла еще 5 хирургических вмешательств. Ей было 6 лет. Мы обратились к фонда «Ашану». И с тех пор фонда «Ашана» нам помогает по сей день уже 7 лет. Первую операцию мы провели 7 лет. И вот поэтапно уже продолжаем по сегодняшний день. Она растет и все развивается, кости тоже развиваются. И необходимо нам делать постоянные операции. Хотя бы до 18 лет. 7 лет постоянной борьбы за полноценное существование этой девочки дали хороший результат. Анелла начала самостоятельно есть, пошла в школу, начала хорошо учиться. Однако сейчас возникла острая необходимость продолжения хирургического лечения. Сегодня девочке уже 13 лет. Она уверена в себе, строит планы на будущее. Анелла хочет стать детским врачом. И совершенно не стесняется видеокамер и пристального внимания журналистов. У меня много желаний. Хочу помогать другим детям. Мне это нравится. Люблю помогать маме. Интересно готовить, делать всякие разные блюда. Узнать что-то новое. Мечтаю, чтобы я выздоровела. И еще много о чем мечтаю. Чтобы у меня все хорошо было. Чтобы я была счастливой. Чтобы все было у меня хорошо. Результат всей этой многолетней борьбы за здоровье стоил всех немалых переживаний и испытаний. После шести сложнейших операций семья Анеллы думала, что все это позади. Однако вышло так, что девочке вновь требуется дорогостоящая операция на сумму более полутора миллиона рублей. Часть лечения платит партнер Ашана в России Русфонд. Нам же необходимо собрать 906 тысяч рублей. И самый простой способ. Прямо сейчас взять телефон и отправить сообщение со словом «Добро» на короткий номер 5050. Саид Барганджи, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...